всем привет друзья с вами дима one point и сегодня первое апреля а это значит то что нужно поснимать что-нибудь супер интересное и как вы поняли сегодня я буду снимать полную антологию need for russia да у меня тут есть все четыре части все четыре части игры которые выходили вот сейчас вы это видите все на экране предыстория в общем то какая откуда у меня эти диски появились на самом деле все очень просто у меня неподалеку закрывался магазин который торговал различными дисками я увидел то что по дешевке можно купить и все игры которые выходили от нового диска ну имею ввиду который гоночные и в общем то я взял целую партию потому что каждый диск стоил всего по 20 рублей ну и в общем то пускать такую возможность нельзя было поэтому я купил все need for russia которые существовали и различные такие вот похожие игры в общем то я думаю некоторые о них знают а некоторые нет но тем не менее сегодня у нас need for russia пробежимся по всей антологии ребята без какого-то намеренного обдристывания этой игры так сказать я буду играть и смотреть уже ну типа плохая игра или нет то есть ну все все вот как надо то есть намеренно я ничего обсирать не буду сразу же вот это вот запоминаю потому запоминайте потому что я знаю что некоторым на удивление эта игра очень дорога потому что это может быть была одна из самых первых игр у них на пк и так далее тем не менее это сейчас у нас запущена 1 need for russia который называется сделанному сэр игра вышла в 2007 году но тем не менее максимальное разрешение от 1024 на 768 точек поэтому к сожалению у нас идет игра вот так вот в таком вот квадрате но тем не менее черт разговаривать давайте нажмем карьеру и посмотрим чё здесь можно сделать выбирается только сибирь ну давайте нажмем на эту сибирь загрузочка идет и я надеюсь то что сейчас будет что-то интересное так первая машина у нас запорожец я так понимаю нам нужно выиграть эту гонку игра я на клаватуре потому что естественно никакие геймпады от xbox one точно мне не поддерживаются и от xbox 360 я думаю тоже нихрена себе меня запор бортует так я вижу старые уазики в общем то знаете разрешение 1024 на 768 но тем не менее довольно таки играбельно все это смотрится то есть но у меня глаза в кучу как-то не заворачиваться хотя если вспомнить что это 2007 год и вспомнить какие гоночные игры делал например electronic arts то здесь уже конечно понимаешь то что разница просто огромная между русскими игроделами хотя это же по-моему даже не русские игры они то ли польские то ли какие то то есть это не где-то в россии насколько я понимаю создавалась хотя может быть я и ошибаюсь тем менее смотрите да ладно если приглядеться запор который нас сейчас бортует по левой стороне у него сзади бампер какой-то крутой стоит другое немножко офигеть я этого не ожидал вова управление кстати на удивление такое аркадное но я бы не скажу что она прям супер хреновая хоть я тут трусь об все стены я так понимаю что еду последний да да я еду последний место кстати нигде не показывается да я так понимаю да место не показывается то есть мы сами должны понимать на комом месте едем это в общем-то для а хотя не вот показывается четвертый но я еду последний блин их их догнать вообще невозможно они какие-то супер быстрые и вот 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 чем мне эти игры всегда не нравились вот почему их все засирают потому что это какая-то нереальная сложность и ты вроде бы едешь хорошо но никого догнать не можешь боты уезжает просто за 3 9 земель это просто ад какой-то так ну что же я думаю надо нам уже проехать эту гоночку и посмотреть что у нас будет в конце и что нам дадут может быть здесь не обязательно приезжать на первую позицию честно вот я не знаю я не играл в эту игру поэтому будем сейчас все смотреть только что запорожец который едет впереди сделал ошибку но тем не менее я все равно не смог его догнать боты тут просто лютые какие-то а чё нас кстати по видам такой оу зачем такой вид так от первого лица есть вид это супер гоночный все эх плохо я думал то что будет вид из-за руля полин да ладно запорожец ведет как реальной жизни он в горку сейчас заехать не мог это было угарно но в принципе 120 такой запорожец не едет мы ехали только что даже с горки я думаю он столько не поедет короче 100 миллионов лет я ездил по этой сибирской идеально ровной дороге и приехал на четвертой позицию кстати заняло эти два круга у меня целых восемь минут реального времени и самое смешное после того как я приехал на 4 позиции меня сразу выкинули в главное меню поэтому знаете что погнали просто в простую гонку мне кажется это идеально заодно посмотрим какие трассы у нас есть и сибирь пустыня проселочная дорога зимняя трасса странно почему они сибирь не назвали зимняя трасса замок ночные гонки поля учебный лагерь трасса картинга у боже мой город огней электростанция и сибири только сибирь нам предлагают пока что на ней можно кататься но я так понимаю то что пройти эту игру вообще нереально потому что вы сами видели как мы пытались карьеру а если я успею быстренько нажать выбор нет не получается ладно погнали то в сибирь как бы это странно не звучало давайте нажмем выбор количество кругов один трасса а можно даже еще трассы переключать они трасса а нам только предлагается окей и вот мне нравится еще название автомобилей читайте запор 68 лошадей дальше запор 70 лошадей но тут я понимаю то что это прокачанная версия что нее бампер типа другой катки другие да я так понимаю они катки такие же но бампер там другой 70 лошадей на целые две лошади круче тачка потом газик название просто замечательный газик членовоз 95 лошадей членовоз 99 лошадей блин прикольно то что они даже какой-то тюнинг сделали копейка странно что не написали это как нам название типа копьё тут копейкой типа это еще нормально вот мне нравится волга волгарь волгарь офигенно так волгарь и запор ну короче мы можем опять по сибири прокатиться на запоре поэтому я думаю с этой игрой все понятно поэтому давайте переходить ко второй части не фото не форша потому что игра же вышла замечательно это 2007 года естественно нужно было клепать продолжение в общем-то не фораша конечно же как и свой собрат зарубежный под названием need for speed должен с каждой новой игрой улучшаться но как мы видим музыка в игре тоже самое меню практически тоже самое да блин да ну она чуть-чуть совсем перерисовано это полная жесть но тем не менее я нашел то что оказывается игра может работать разрешение 1600 на 1200 то есть это это уже неплохо честно говоря я не знаю в каком году вышла need for russia вторая часть но вы сами понимаете то что там-то был уже 2007 год и уже как бы графика не соответствует 2007 году а не знаю там 99 98 это графика соответства но тем не менее разрешение 1600 на 1200 говорит уже нам о многом так ладно и я научен жизнью поэтому давайте в этот раз мы нажмем сразу простую гонку не пойдем в карьеру я так понимаю ловить в карьере вообще нечего так и тут у нас появились новые трассы чернобыль я вижу альпы пустыня луга снежная замок что белая скала рассвет картинка ночной город ночной город стоп что это получается то есть тут нас налюбливают получается то что трассы то все практически те же самые как и в первой части просто чуть-чуть по-другому их назвали и фотки сделали за других ракурс то есть из новых трасс вот я вижу только то что тут вот есть чернобыль все что ли получается ну ладно погнали один круг естественно выбор и естественно тут нам показывают сразу же если там были прикольные арты сделанные специально видимо то здесь нас прям сразу 3d модели сразу 3d модели есть волжанка это первая на это растачка никаких запоров том волжанка прокаченная видимо джип вот так вот супер колхозная него это джип она называется окей потом джип снова есть москвич космич окей хорошо ладно теперь еще один космич то есть стоп это а это 412 космич а это получается на 40 космич слушайте ну космич прям космос вообще потом пятера а фары чё ты же а что ли стоят боже мой что с фарами почему это так смотрится 5 евро блин не могу шева шевроле не его шевроле шева блин как они они прям парились над этими названиями ладно ладно головастик реально так называли конечно да его так и называли головастик окей головастик малина вы поняли лада калина здесь малина малина боже мой малина волжанка ладно мы можем только сейчас на зеленой вот этой суперской волжанке поехать надеюсь сейчас будет реально разрешение 1620 на 1200 она не запускается в таком разрешении окей блин реально в 1024 на 768 только запускается охренеть так но здесь у нас все то же самое ничего не поменялось такие же спидометры тахометры такой же графон в принципе боже мой просто жесть как чё это такое что это за мусор тут лежит я понимаю что это чернобыль но как мне мусор от объехать какого фига его него хватит меня толкать мне нужно выехать отсюда него прекрати хватит хоре него боже мой просто офигеть эта машина на не поворачивает вообще это полная жесть полная жесть мы проехали только что контрольную точку это одище это просто одище и опять все уехали вперед я один раз врезался все все меня сразу же обогнали что тут говорить про уровень сложности это видимо самая хардкорная гонка которую можно только найти и разрешение 1024 на 768 все не меняется играете в своих какой там получается ну год на 1008 минимум это когда эта игра вышла потому что отсчет был за 2007 года так что я думаю это где-то тут 1008 1009 до графончик то это на максимум я все поставил на максимум я не знаю что тут еще говорить одна новая трасса вы посмотрели на этот потрясающе детализированный чернобыль не фораша 2 а мы прогрессируем что же погнали тогда в нет фораша 3 и что еще делать что еще тут ловить я думаю тут ловить больше нечего но радует то что уже добавляют новые тачки да и одну новую трассу одну целую одну новую трассу красавчики я обещал быть объективным и намеренно не засирать игру но эта игра просто напрашивается мать вашу нет фораша 3 сделано в россии блин а там везде что ли написано сделано в россии да а нет смотрите первые две части было написано сделано мусор а последняя третья часть уже сделано в россии то есть нам уже намекает название игры то что тут будут тачки которые типа вот уже в россии сделано они новые ладно так значит сразу же конечно же выставляем сразу на максимум графику потому что мы хотим лицезреть максимально шикарный графоний у этой игры я думаю это каждый понимает музыка тоже самое по крайней мере в меню ну давайте сразу же нажмем простую гонку потому что вы понимаете карьеру тут это карьера это не для нас мы слишком нубы для этой игры так ладно первый раз у нас полигон называется оформление кстати выросло если в предыдущие разы это было такое ощущение что в пейнте все нарисовано теперь это начальный уровень фотошопа я так скажу окей так погнали дальше поляна промзона замок да ладно опять те же самые треки чернобыль ночной город а начну с село не вот села я не помню ночной город б альпы картодром ос они реально просто по-другому чуть называют трассы на это те же самые трассы белая скала блин полигон ладно давайте выбирать полигон это единственное что у нас сейчас можно боже мой почему почему у него называется шнива но но реально давайте я сначала думал то что они называют тачки как называли просто их в народе вот ну типа как головастик допустим потому что реально его называли головастиком но шнива я ни разу не слышу чтобы ее называли шнива но типа шевроле него да по идее может быть чтобы часто так кто-то это делал я не слышу чтобы так называли так потом шнива 2 окей партизан ладно партизан 2 малина ой ну вот прям мне кажется создатели этой игры им прям вот нравилось очень калина я не прямо таки на алина не машина на алина так ладно потом малина 2 лично зубила но окей зубила 2 баржа вот прям знаете мне кажется они прежде чем как-то подбирать имена машинам они такие прямо ходили по дворам каким-то самых захолустных мест находили там гопников и такие типа эй пацанчики вот это тач как называется эти таки баржа чё опа баржа отлично так а вот это вот тут шевроле него стоит какой у нас шевроле него так какая швали не это тошнивая вот и все реально так и называли машины просто ужас баржа 2 сибирь до сибирь 2 дуэт чё за дуэт я даже вообще не знаю морда очень похоже на sky r34 дуэт 2 эволюция то есть лада эволюшн тут криво вообще переделана перенесена и написано эволюция это понимает последняя машина в игре а нет эволюция 2 еще есть и все и потом начнешь не то есть лада эволюшн здесь этот топ гипер кар все понятно я все понял игра нам показывает какие машины то о боже мой по моему все еще ухудшилось то есть первой части игры машины хоть как-то отдаленно были похожи на то что как бы в оригинале но в данном случае вы посмотрите на этот прекрасный зад наши шнивы а рядом что это такое даже не могу понять это типа должен быть у вас патриот но это нихрена не похоже на вас патриот я буду объезжать вот эти типа места которые вроде как срезка потому что я им не доверяю вообще хоть на карте показывается то что я могу срезать дорогу но я не буду этого делать и вы только посмотрите я на удивление сейчас еду первый это что получается я сейчас наконец-то впервые за три части этой игры победю да ладно я серьезно я серьезно приеду первый я в это не верю я просто в это не верю я уверен что сейчас мы где-нибудь врежем ся причем чисто из-за кривой физики хотя управление кстати ну для аркадных гонок но в принципе нормальная ну как бы во многих играх там но тех же японских например там от нам к и так далее есть кит совсем аркадное управление плюс-минус такое же да ладно да ладно серьез вы поняли фишку то есть мы поехали еще один круг мы должны были остановиться типа мы выиграли но мы почему-то поехали дальше то есть когда ты приезжаешь на четвертое место сразу выкидывают меню и говорят типа чувак но типа все плохо ты не проехал не серьезно не чуть чуть за фигня мне даже а мне же даже не показывают контрольные пункты что за дичь а и меня на старт да опять перекинула то есть они уже проехали ну-ка что-то я не понял вообще да ладно я просто пропустил контрольную точку да окей хорошо давайте сейчас отнесемся к этому по нормальному и перепройдем эту гонку блин а я так обрадовался я думал то что наконец-то приеду первым оказалось в отличие от предыдущих версий игры здесь нужно уже смотреть где контрольные точки пережить при приезжать именно через них получается как в какой-нибудь for the horizon 3 и боже мой чем я сравниваю эту игру ну в общем вы поняли и смотрите и вот сразу если приезжать через контрольные точки мы уже тут просто в притирку едем с ботами и они нас просто нещадно нещадно притирают барьеру ко всему чему только можно просто охренеть но 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 у меня есть шанс выиграть у меня реально есть шанс выиграть главное проехать через эти контрольные точки отлично контрольная точка но мне почему-то не показывают на ком я месте так 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 вы как так быстро едете у меня же шевроле ай блин вот сюда надо черт я реально не замечаю их тут куча металлолома и куча всякого говна все четвертое место опять и главное этот контрольный пункт сейчас по моему не засчитался то есть такое ощущение что я проехал мимо него давайте сейчас проедем через а где здесь проезжать реально они сбивают указатель я не понимаю куда ехать это просто от какой-то не игра я я сочувствую тем людям у которых с этой игрой что-то связано сочувствую тем кому в детстве покупали такие игры это просто капец серьезно я опять не могу приехать финишу потому что я просто не понимаю как почему я не проехал через контрольные точки чё за бред ладно так давайте поехали на еще один круг а и все и типа уже ничего не засчитывается то есть получается эта игра дает тебе намек то что ты можешь выиграть но потом показывает огромную фигу из-за этих контрольных точек это просто жесть какая-то это реально просто жесть я не понимаю эту игру но тем не менее у нас остается еще одна четвертая часть она у меня даже на отдельном диске то есть это все было антология на одном диске но эта игра она прямо видимо должна быть супер крутая потому что весело она целых 500 мегабайт короче погнали смотреть как это скипнуть какого хрена ну короче ребят это не фуража 4 белые ночи когда точно эта игра вышла я хрен знает опять же потому что на диске это не написано можно какая громкая музыка подождите какая громкая музыка надо ее сделать потише а и игра у нас получается запускается заново ну фу слава богу теперь потише в общем это не фуража белые ночи сзади на диске у нас написано то что это настоящий стритрейсинг здесь у нас есть стремительные заезды по уникальным трассам лучшей модели нашего автопрома различные варианты самого продвинутого тюнинга то есть это что-то интересное на самом деле это копия игры которая называется чё-то типа lowriders extreme как-то так я не помню как точно это название но что-то там lowriders extreme если вы просто пропишите lowriders extreme game то вы эту игру обязательно найдете в общем она просто переделана под наши русские тачки но самое смешное то что lowriders extreme когда я играл в далекие там хрен знает какие-то времена у меня даже обзор по ней выходил я и уже тогда очень жестко засирал вот фишка том то что уже как бы она содержала русские автомобили непонятно почему вот но тем не менее но здесь видимо русских автомобилей больше ладно давайте создадим новый профиль наше имя по пахан пусть будет короче потом принять так и и тут у нас ведь уже масштаб настоящий уже настоящий масштаб и тут намного все лучше по крайней мере у нас тут есть деньги есть день 1 и есть респект который сейчас на нуле давайте посмотрим что добро пожаловать гараж здесь пройдешь немало времени на тюнингом здесь можно покупать на запчасти ля-ля-ля тэс-драйв города все я понял так я понимаю то что гараж сейчас пуст мне это все напоминает кар механик симулятор в данном случае о боже мой что я делаю так ладно давайте автодиллер посмотрим какие у нас там тачки есть надо взять чё-нибудь крутое чё-нибудь русское одни запры копейка пятерка так на что у меня хватит стоп да ладно да ладно серьезно блин какой громкий звук просто охренеть он очень громкий надо потише даже наушники сделают 2350 баксов а как вам ценники то офигительное 29 лошадей 2350 баксов то есть они как бы игру взяли готовы но цены на машины решили не менять ладно хорошо дальше запор 2650 бакс классно 3500 баксов на почему а кстати у нас тут и написано пятерка 65 лошадей на все бабки что взять ака есть клязь клязьма вообще просто по кайфу да я не знаю я когда играю в эту игру я сразу прощаюсь кого-то гопника мне шапку хочется натянуть и сразу так свистеть и что типа эй пацанчик иди сюда чё покажу короче жесть полная ну и копеечка копеечка 3500 тоже 65 лошадей 4 передачи мкпп диски копейка 13 а вы просто посмотрите на эту лайбу на эту красоту лё сто процентов мы ее берем потому что но как так то как это ж охренительно машина а как мне купить так я понимаю вот сюда что ли да купить машину все мы теперь владельцы офигительной зеленой лайбы чтобы брать все тачку не фонтан конечно для начала сойдет проверить карту города там указаны места где можно погоняться не забывая при гараж там можно настроить машину поставить новую запчасти на интернете сразу оставь что-нибудь для ставок так у меня денег уже нет у меня денег нори какого фига какие ставки пошли вы на хрен так ладно давайте посмотрим что по тюнячкам машины так понимаю гараж улучшение карта города тест-драйв автодиллер улучшение что мы можем тут сделать а но тут все то же самое как в этом lowriders extreme блин как же громко мать вашу так все потише сделаем так значит цвет кузова диски давайте конечно же диски посмотрим нам это спицевый простой так размеры какие можно сделать и бой отлично 26 диаметр это то что надо а еще и профиль можно изменить ашин у нас где ашина там отдельно так короче нам катки 100 процентов 4 надо будет спицевые extra 2 chrome вот я думаю они просто написали extra 2 хромосом так спицевые золотые ну знаете в принципе они тут не перебарщиваю диски нет я я забираю свои слова обратно когда я говорил спицевых дисках в принципе это как бы ну для копейки может подойти но вот это я просто в ахере я просто в ахере это жесть это полная жесть планета золотые понятно вот так вот все лотос матовые отлично матовые диски клязьма штатные а поняли клязьма копейка штатные копейка штатные диски 400 баксов полики ценники должны быть а вы там блин покупаете что-то на авито на свои тазы и вот блин вот это стиль вот это я понимаю просто ужас вообще так дополнительно что у нас может дополнительно хромированная пленка да ладно золотая пленка матовая краска и матовая краска золотые металлические части охренеть вот это я понимаю зеркальные окна тонированные фары причем тонируются только поворотники и краска хамелеон вообще супер машина нас сейчас так окна чё нас можно оттенок до сделать конечно же вот этот оттенок самый лучший замена двигателя вот это я понимаю на 1 и 5 с 1 и 2 на 1 и 5 за 1300 баксов круто так распредвал тюнинговый распредвал головка блока подачи топлива в общем то у нас тут есть хотя бы тюнинг в отличие от предыдущих игр выхлоп гоночный глушитель и вот это понимает тюнинговый глушитель а то есть тут не тюнинговый а тюнинговый вот так вот все коробка передач главная пара подвеска да вот это вот самое главное спортивная гоночная охренительно так шины тут я понимаю то что надо ширину сделать самую максимальную 255 и и профиль надо самый маленький сделать вот вот это я понимаю теперь это стиль у нас пацаны это стиль жалко денег нету но ничего мы сейчас заработаем и наши копейка будет супер четко а я пошел опять в автодилер кстати от уже получается новый день а нет так я не по почему тут стоит моя копейка я же только что купил так не пойдем отсюда я случайно сюда зашел так мне нужны уже гонки где там карта города есть заезд ехать на точку все поехали на точку нас есть заезд сейчас мы позаработаем баблица и сделаем вообще из нее пулю да так копейка 65 лошадей вместо 61 но опа клязь мы приехала клизма ой какие у него катки охренеть так номер ставки нет нифига нет пожалуй чё ты офигешь что ли у меня денег нет я бомж ты почему со мной отказался гонять такого фига блин ну ладно радует одно здесь хотя бы есть разрешение 1920 на 1080 это самое главное реально самое главное так приехала еще одна машина меня бесит уж ты же за ждать надо так гонка ставка я не могу тебе ничего предложить братан не хочется то есть чё за фигня если я покупаю машину на все бабки со мной никто гоняться не будет да ладно о чем не делать то тогда серьезно не ну как так то я хочу гонять как мне поехать как мне заработать денег клязь мы к нам опять приехала гонка я реально не могу предложить ставку то что меня нет денег погнали в гонку сразу нельзя предложить другой раз то вы охерели что ли я нищеброд я все деньги на копейку спустил что за фигня что за нет так ладно назад назад погнали сейчас мы попробуем продать копейку купить что-нибудь дешевле да ладно то есть сейчас вы мне прислали 250 баксов что вы за уроды такие так все погнали в драк гонять а чё это у нас тут а мы выбрать можем чего-нибудь а все закрыто то есть нам сначала здесь окей ехать на точку погнали то есть мне сейчас дали типа 250 баксов а до этого я мучился эта игра на просто жестоко она плюет в лицо своим игрокам так гонка 100 баксов тебе предложу нормально а поехали отлично тысячи метров будет нифига себе так я надеюсь то что у меня там а я уже газовать могу это радует это шикарно о чем я там передачами я управление не смотрел а автоматическая коробка все шикарно такая камера вертеть могу а вообще камеру могу переставлять на какую кнопку камера меняется ни на какую ну ладно короче это как вы поняли шикарнейший дрэк рейсинг прямо как из need for speed underground а как реально посмотреть назад вперед а то есть я могу вот так вот делать это уже радует что у нас еще есть по кнопкам м я выключил музыку серьезно по могу управлять фарме отлично победа 10 респекта и 100 баксов шикарно просто шикарно вернуться на точку мы сейчас будем как самые крутые гонщики собирать все самые сливки ну запор все за продавая 100 баксов по отлично согласен 400 метров но мы сейчас у просто надерем как надо потому что у нас шикарнейшая копейка которая сейчас будет всех драть о там кстати старый комару стоял по моему или не комару лет транс м я не помню по моему комара так ладно погнали дистанция 400 метров да ладно хрена себе смотрите как прет запор так запор ты это давай так что у нас есть еще по кнопкам посмотрим ничего больше нету только фар могу включать выключать до g hf все ничего у нас больше нету ладно возвращаемся короче гараж чё нас там по бабкам то вообще я так понимаю у нас теперь уже 450 есть отлично улучшение и конечно же диски а на диске у нас нихера не хватит денег короче нам еще фармить и фармить поэтому этим займемся в следующем году на 1 апреля ребята в общем то как вы поняли я буду заканчивать ролик и так сильно затянулся мы посмотрели все все не for russia выбирайте как вам больше понравилось но я думаю будем адекватными и самое нормальное оказалось это четвертая часть нет for russia это я так понимаю это все за счет того что ребята смогли наконец-то накопить денег и купить более-менее нормальную игру где просто чисто перевели ее и напихали русских моделей автомобилей то есть вот наконец-то машина тут похоже не на какую-то непонятное месиво из полигону она что-то хоть более-менее вот такое настоящее копейка хотя бы точно похоже на копейку еще меня забавляет че-то за мужик там сзади со змеей я уверен то что это один из разработчиков короче все прекращаем угорать всех с 1 апреля не забывайте посмотреть на себя в зеркало потому что я уверен что у вас спина белая с вами был дима one point если вам это понравилось не забывайте подписаться на канал поставить лайк если ездите тоже на копейки также хотите ее прокачать какие это делал до этого сделать из нее донг в общем всем огромное спасибо и пока-пока друзья что все и 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 Продолжение следует...